Всем привет! Семен Сергей снова с вами. А это значит, что вы смотрите программу «Четыре четверти». Наверняка вы удивлены, что нашу программу мы начинаем не в студии, а в школе. Сегодня мы хотели пригласить вас к нам на один из уроков. А именно на урок технологии. Согласитесь, ребят, что многие из вас считают этот предмет совершенно бесполезным. А это совсем не так. Технология, а раньше этот предмет назывался труд, очень полезен. Именно на нем мы, будущие мужчины, учимся всему, что может пригодиться нам в быту. Возможно, эта дисциплина пригодится кому-то для будущей профессии. Ну что, пойдем мы узнаем, чему именно учат мальчишек на уроке технологии. ДИНАМИЧИК ДИНАМИЧИК Здравствуйте, Сергей Николаевич. А чем вы занимаетесь? Сегодня мы изготавливаем разделочные досточки. А нас научите? Конечно, научим. Только для начала нужно одеть спецодежду. ДИНАМИЧИК ДИНАМИЧИК Завязываем. ДИНАМИЧИК Вот вам есть материал. Вы должны сделать разметку по рисунку, который нам показано на доске. Отмеряем по разметке. У нас ширина 250 мм, высота 300 мм. Так, сделали, да? А теперь, чтобы у нас линии были под прямым углом, мы будем использовать вот такой инструмент, который называется угольник. Прикладываем. Проводим линию. Сергей Николаевич, вот многие считают, что урок технологии совершенно бесполезен. А расскажите нам, в чем его преимущество? Мне учится ремонтировать дверные замки, клеить обои, красить потолки, ремонтировать окна. Все то, что полезно и нужно для дома. Ну вот, разметку я сделал. Что дальше? Вот ножовка. Вот, выдвигаем заготовочку. Ты придерживаешь. Вот, а ты бери ножовку и пилим. Фух, что-то я устал. Ну, давайте передохнем, и у меня есть к вам еще один вопрос. А почему именно с пятого класса начинаются уроки технологии? Ну, так как ребята уже немножко повзрослели и не могут работать с режущим инструментом, соблюдать технику безопасности, немножко у них побольше сил прибавилось, чтобы можно было обрабатывать материал. А до какого класса мы будем изучать технологии? Курс технологии рассчитан до восьмого класса включительно. За это время ребята должны будут научиться пилить, строгать, то есть обрабатывать древесину, вот, работать с металлом. Ну, я полагаю, что за один урок делать разделочную доску я не успею. Что нужно делать дальше? Ну, дальше, ну, во-первых, нужно допилить до конца, вдоль линии, вот, по разметке. Потом обработать места спилов, обработать наждачную бумагу, зачистить поверхность, как одну, так и другую, и округлить вот эти углы, чтобы они у нас не колоились. Все, разделочная доска у нас будет готова. Большое спасибо, что рассказали нам про урок технологии, а также о этапах изготовления разделочной доски. Пожалуйста, ребята, приходите к нам на урок технологии, будем дальше изучать обработку древесины, будем пилить, строгать, изготавливать различные полезные вещи для дома и для школы. Еще раз большое спасибо, до свидания. До свидания. Надеемся, ребята, что мы вас переубедили. И вы больше не считаете урок технологии ненужным предметом. Как по мне, так все уроки в школе нужные, интересные и полезные. Да, жаль, что у меня сил до конца учебного дня не хватает. Для того, чтобы у тебя хватало сил на весь учебный день, нужно с утра делать зарядку и завтракать чем-нибудь полезным. А чем, например? Есть у меня рецепт вкусного и полезного завтрака. Пока мы добираемся до дома, предлагаем вам посмотреть, как отметили Рождество воспитанники воскресной школы и все желающие жители нашего города. По традиции в праздничные рождественские дни в воскресной школе прошел концерт «Во славу Иисуса Христа». Участники образцового фольклорного ансамбля «Славяночка», а также воспитанники и преподаватели воскресной школы подготовили для жителей города свои творческие подарки. Седьмой ночь. Горящая свеча и лает в абажуре храма солнца. Владенец у нас родился, и ясли вновь освещены божественным огнем, и новый век, родившись, улыбнется. Зажглась весна на Рождество и стало на душе светло. Умчались и невзгоды прочь в волшебную святую ночь. Сияют радостно глаза, горят любовью сердца. Добро и мир приходят в дом, спешат поздравить с Рождеством. В каждом стихотворении, в каждой песне участники концерта прославляли Христа, а также желали всем счастья, добра и здоровья. Мы очень долго готовились, и это было сложно, потому что я участвую в кукольном театре, и там очень сильно нужно напрягать руку, чтобы держать куклу в полный рост. Кукольный спектакль – это еще один творческий подарок от воспитанников воскресной школы. Не обошлось в этот день и без праздничных колядок. Каледа, каледа, принесла каледа на кануне Рождества. Кто не даст лепешки, выпей им окошки. Кто не даст пирога, быка за рога. Пришла каледа в честь святого Рождества на Новый год до ваших ворот. Батюшка, батюшка, плетца по кусочек, лучку по пучочек. Капурочку с дырочкой, пирожки с начиночкой. Поросячью ножку нажарил на лепешку, конфеты тоже пойдут. После таких-то слов тут вообще страшно не дать. «Рождественская колядка» – это маленький рассказ о величайшем событии – рождении Иисуса Христа. Завершился праздничный концерт общей рождественской песней. «Если все соберутся в круг, чудеса наисходят вдруг, и волшебная ночь еще продлится. А ночь Рождества подарила нам сказку свою. На счастье слова я с любовью и верой пою». Уровень, конечно, молодцы. Молодцы преподаватели воскресной школы и все жители города, которые помогают нашему храму, нашему приходу. Всего доброго. Всех с Рождеством, с Новым годом. Будьте счастливы и здоровы. Нам очень понравилось, особенно детям в восторге, песни, стихи. Причем и самим получилось поучаствовать. Все очень довольны. Увидели такой позитив, доброту и искренность. И, конечно же, почувствовали по-иному Рождество Христово, именно вот этот праздник. После концерта праздничные мероприятия, посвященные рождению Христа, продолжились. Юных зрителей пригласили в трапезную на веселую игровую программу с Дедом Морозом и Снегурочкой. С Новым годом! С Рождеством! Дед Мороз попросил, чтобы ребята исполнили его любимую песню и поводили хоровод возле новогодней елки. Как только желание Деда Мороза было исполнено, появился рождественский ангел, который пришел с ребятами встретить Рождество. Вместе с ним все танцевали зажигательные танцы, пели песни и играли веселые игры. Мы танцевали, мне понравилось то, что нам давали сладкие подарки. Действительно, по завершению игровой программы всем присутствующим гостям раздали вкусных рождественских ангелочков. Затем все желающие могли рассказать Деду Морозу стихотворение. По завершению мероприятия все желающие отправились во двор, для того, чтобы украсить рождественскую ель. Сейчас я научу тебя и наших телезрителей, как сделать вкусную и полезную яичницу. Куриные яйца – это хороший источник биологически активных компонентов, необходимых для человека. В них содержатся витамины А, В, В6, Д и Е, фолиевая кислота. Помимо этого, они богаты железом, калием, кальцием, фосфором, медью. В них также содержатся незаменимые аминокислоты и белок. При этом все перечисленные вещества, содержащиеся в яйце, идеально сбалансированы, благодаря чему усваиваются организмом целиком. Итак, для приготовления яичницы нам понадобится сыр, перец, помидор, соль и яйца. Для начала нарежьте перец кольцами высотой 1,5 см. Теперь тонкими кольцами нарежем помидор. Далее натираем сыр. Далее ставим сковородку на плиту, кладем перец, внутрь перца кладем помидор и обжариваем пару минут. Теперь внутрь перца разбиваем яйцо. Теперь добавим соль по вкусу и засыпем яичницу сыром. Осталось только закрыть яичницу крышкой и подождать 5 минут, когда она будет готова. Итак, наша яичница готова. Осталось только выложить ее на тарелку. Вот такая красивая, а главное полезная и вкусная яичница у нас получилась. Ну а на этом у нас все. Ребята, если в вашей школе намечаются какие-нибудь интересные мероприятия, и вы хотите, чтобы мы о них рассказали в нашей программе, сообщите нам по электронной почте. Мы с удовольствием приедем к вам в гости. Адрес нашей электронной почты до встречи в следующих выпусках программы «Четыре четверти». Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!